так всем привет продолжаем моделировать сегодня уже от корпусной мебели перейдем там к мягкой какой-то ну и в данном случае в квартиры для бабушки нам нужно кресло качалка и это будет кресло от икеи поэнг вот кресло качалка опять же для того чтобы начать моделировать ну во-первых рифы нужны до нужно куда-то там посматривать и также желательно найти какую-то картинку по которой мы будем делать эту форму до гуглиться она по вот этому названию то есть я ее возьму и сохраним картинку как на рабочий стол с нее буду делать так открываем блендер и сразу же достаем нашу картинку то есть устанавливаем ее фоновым изображением выбираем ее на рабочем столе так следующим этапом да я бы вот подогнал вот эту картинку ну реально под размеры нужная мне вот ну то есть все лучше моделировать уже изначально в размерах как у производителя да то есть высота стула 96 сантиметров глубина 94 вот и ширина 68 так и сразу до чтобы это подогнать я возьму и кубику задам эти как бы размеры вот этот мой вид фронт он у меня на единички единичку нажимаю и перехожу в него соответственно это и будет моя глубина да то есть вот моя ось y это глубина знать сюда переходим и мы тут увидели что она 94 сантиметра то есть тут пишем 94 поскольку у меня в метрах вы там если у вас миллиметр или сантиметр своих единицах делайте то есть по иксу ширина 68 вот и высота у нас 96 96 так сделали такой себе кубик теперь нужно подогнать вот это изображение под его размер изображение я выделю и перейду в его данные в настройках поставлю перекладу его на вид фронт и также сделаю прозрачным и уменьшую в принципе контура я вижу все мне будет удобно это масштабировать регулировать в общем до подошел в пульчик с нажал чуть уменьшил так это так сильно в общем я так заморачиваюсь ну вот да то есть габарит есть то есть картинку мы подогнали также да я буду нажимать тройку переходить вид сбоку чтобы моделировать вот это на с этой стороны соответственно мне нужна эта картинка еще на другом виде я нажму shift теперь rz 90 развернули вот так вот и то есть нажимают это мой фронт вид фронт и тут стул я вижу спереди нажимаю тройку я вижу его сбоку да и вот как я от этого вида переходил соответственно как-то надо эту картинку меня на развернуть rz 180 да то есть теперь все как бы верно и мы подгоняем эту картиночку сюда ну на виде спереди у нас все хорошо вот и также мы будем крутить нашу модель и любоваться поэтому поставим для каждой картинки вернее поснимаем вот эти вот галочки до чтобы не отображать ее в перспективном виде но в ортографический переходим у нас все есть так поехали в принципе стульчик этот нужен я добавлю play или точку да ну точки нет нужно включать аддоны ладно просто добавлю play захожу в режим редактирования edit mode нажимаем и делаю одну просто все сшиваю в одну точку а вот у меня теперь появилась точка юля передвинуть это сюда и перехожу вид сбоку вот и тут начну делать вот эти вот части с нее я уберу вот эти как их манипуляторы до поставлю вот так нажимаю g и перетягиваю сюда тут опять же можно экструдировать несколькими методами эту вершину нажимая е и клик опять е клик да можно вот так а можно удерживая control и клацать левую кнопку мыши видите я левую но если вы выбрали выделение левой кнопкой мыши то вам придется клацать правую вот и тут как бы делаем такие расстояния ну чтобы нашу форму вы могли как бы описать без как бы наименьшим количеством вот этих вот подразделений то есть вот так вот не надо делать да все будет у вас криво и косо вот то есть где-то так тут тут изгибчик больше да тут не надо больше этих линия потом их еще поправлю вот одну сделали да теперь следующий я вы выбрал вершину нажимаешь и д копирует делаем этот элемент дальше там если нужно будет вершинок добавим мы посмотрим тут мы будем уже использовать модификатор subdivide который нам упростит моделирование из гладит в общем все неровности так сюда такие вот этот осталось часть тоже выделил вершину shift desk и первого поехали так мазанул есть готово да теперь дальше нам что надо опять смотрим на вид спереди и у нас и если вы будете смотреть еще на этот стульчик стульчик да вот мы видим вот эта планка вот она сдвинута вот значит вам тоже надо это сделать я навожу на этот элемент на точку нажимаю l передавать сюда нажимать gx да можно gx или нажать g и потом нажать выбрать направление колесико мыши клац все передвинули вот дальше я выделю все нажимаю опять е и опять можно или ось указать или просто клик мышкой сделать да и пододвигла их вот сделай дальше тут важный момент мы будем там можно двумя способами задать как бы толщину даже больше тремя способами но важно а толщина до создается относительно нормали а нормально могут вывернуты быть поскольку мы там работали как бы по сути с точками до могли быть куда кто куда нам лучше поставить и сразу убедиться что все они смотрят в нужную сторону еще я часто делаю просто выделяю это все дело нажимая shift n да на всякий случай и вот у нас там поменялось какие-то направления вот хорошо дальше да как я например делаю первое вы могли вообще всему этому перейти выбрать модификатор солиди файда и задать какую-то там толщину поиграться это как один из способов да как это все задать вот можно также в режиме редактирования еще несколько способов выделяем альта сниму до провешу ничего не выделено было случайно эль вот и выделил этот элемент и можно даже экструдом делать и нажали и как бы отменили но экструд произошел а теперь alt с это будет у нас масштабирование вдоль нормали да то есть каждый полигончик масштабируется по своей нормали вот и могли вот так пододвинуть или же еще как способ давайте вот эту елки отключим face solidify face да и тогда у вас тоже есть параметр в какую сторону насколько вы будете это все дело выдвигать ну например 022 до запомнили выделили этот элемент опять можете к нему применить этот солиди файды тут точно так же опять этот нажму face solidify и она есть да то есть вот у нас есть уже такая форма дальше можно кое-что там подправлять до я shift z нажму перейду в режим там прозрачности вот ну и тут как бы уже таская вершинки мы можем править форму тут сделаем пока тоньше и вот здесь еще так что-то сделал дальше я собираюсь использовать модификатор subdivision обо нем еще поговорим чуть позже да это такое начало трешак вот но сгладил он у нас как бы все и не так как мы хотели да кстати вот тут какое-то сглаживание еще странно и скорее всего куда-то что-то вывернулась а или вот тут у меня двойные вершины да не знаю в какой момент они появились выделю м бай диска сдал дали то есть видим да такие колбасы они нам не нужны то есть мы могли бы ручками там брать до добавлять а тут везде дополнительные лупы вот так да то есть и как-то регулировать эти углы но сейчас мы этого делать не будем мы выделяем острые грани с помощью модификатора б воссоздадим им фаски и соответственно должно быть как бы все хорошо вот так ну и значит да поедем я хочу выделить острое да перейду в ребра сниму выделение нажимая select и сэлэк шарп и час вот и теперь да вот где у меня есть вот эти вот сейчас выделенные ребра я хочу чтоб там появились фасочки вот тут внимательно посмотреть вот тут я например в этих местах не хочу чтоб появлялись фаски на можно было там углами покорректировать когда вы выбрали было выпадающего тут менюшка пошевелить там но вроде так у меня их немного и все хорошо да и я им назначают этот мин байк вот если вас потом в дальнейшем на будут раздражать вот идет синие штуки их можно отключить вот тут а уровень взяли отключили пока пусть будут да и теперь мы применим модификатор боевым его сделаем первым да он создаст нам дополнительные ребра и уже с обдевать будет работать по-другому вот видим сначала он посоздавал там все это где захотел но вот сейчас мы даже уберем вот модификатор то есть видим да вот тут нам не надо вот эти вот дополнительные ребра они там тогда не сгладятся и мы видим как действует модификатор мы видим все равно все такое поломанное нам нужно выбрать лимит метод на переставить вы ведь чтобы он применял только к тому что мы выделили видите вот тут я забыл снять выделение я выделю ребро и сниму и видите она быть плавненько я стала ну и тут точно так же на что-то провтыкал вот ну в принципе уже хорошо вот можно кое-где чуть подправить вот тут опять же да я сниму и вот тут сколько я не досмотрел вроде бы больше нет таких мест бы нет вот да я теперь отключу их у себя чтобы я не хочу смотреть о и пойдем как бы еще там кое-чего кое-где подровняем shift z перейти в режим прозрачности и вот тут например можно или альт-клик или выделять вот так да но в режиме в airframe запомнить если вы будете в режиме solid и выделите вы выделите только видимые вершины да и тогда вы начнете что-то там перемещать обом увидите что у вас там не выделили короче в итоге все у вас криво получится переходим вот сюда альт-клик мой лук выделяем на тут я например так пошевелю тут чуть-чуть в общем разровняю все это движение да посмотрю все ли хорошо вот тут я думаю чуть опущу здесь так эти вершинки тоже опускают приблизительно так тут что-то подобным образом так где-то так да вот и получилось вроде бы все гладенько все хорошо дальше да я неспроста в режиме редактирования вот так вот передвинуть свою точку где у нас будут эти палки проходить а видите мое как его центральная точка опорная до осталось вот в центре глобальных координат потому что я хочу применить еще модификатор мира и миррор тоже перетянем сделаем его первым вот и в принципе уже почти часть получилось еще надо поделать перемычки вот я так вдаваться сильно не буду да в подробности где они находятся сделаю на свое усмотрение вы тоже как вам будет удобнее сделайте я выделю например вот этот полигончик скопирую его немножко его можно там смасштабировать сейчас мы давайте вытащим его так видите вот сразу странности но в принципе это не странности у нас просто отключен этот был а мы копировали ребра к у которых он был назначен да вы можете снять выделение нажали l и вот тут просто их уберите а теперь все странности пропали все вроде бы хорошо дальше нужно сделать его чуть потоньше а можно выбрать все вот эти стрелки и чуть-чуть вот так сдвинуть с этой стороны сдвинуть с этой вот поскольку я зеркалю объекты хочу чтобы вот тут он слился и сшился да то мне не нужен вот этот вот полигончик нам будет не мешать вот нажимая x и фарис удаляю да в принципе и вот этот вот там полигон мне тоже не нужен на он в принципе невидимый невидимый и чтобы мне вот это все выровнять не опять придется добавлять вот так вот лупы а это дополнительные полигоны они мне не нужны поэтому я нажму x удалю фейс и соответственно у нас видите сглаживание происходит вдоль существующих этих грани а там ничего не надо ему сглаживать вот далее опять я выделяю вот эти раннего тут поставлю клиппинг это чтобы в точке соприкосновения он не залазил туда на то есть я не могу передвинуть выше и вот здесь вот эти вот штуки мне нужно выделить и назначить опять им бэву кстати вот это да это же наш ринг и выделить его можно быстро control alt клик на выделили это же ним было лайт назначили как бы и вот получили такую хорошую планочку выделяем ее целиком переходим вид сбоку 6 z чтобы все видеть а и начинаем там копировать и размещать эти элементы дальше сюда тут чуть-чуть надо было до повыравнивать кстати вот у subdivide сейчас я включал оптимал оптимал дисплей галку убирал найти и включим он не показывал всю сетку то есть shift d скопировал r покрутил и все великолепно приблизительно вот да теперь получилась такая конструкция у нас вроде бы уже как бы пол дела сделано ну вот есть некоторые уголки которые мне там не нравится все вот эти вот изгибчики лучше поправить опять я уберу было вроде бы не должно с ним никаких проблем быть тут такую чуть более плавную штуку организуем опишем в общем модельку также свое осмотрите посмотрите где какие косички куда что сдвигать наше все было хорошо так ну вроде бы вот тут я тут еще тоже тогда такую плавность организовать так вроде бы вроде бы есть так и переходим к подушке на подушкам на кресло нужно сделать опять же когда есть какие-то элементы есть где и взять берите да то есть я подушку возьму выделю от сель до сель например даже вот отсюда лаид отсюда да то есть удерживая control я выделил пункт нажимаю shift д копирую нажимаю p selection от соединил то есть я уже скопировал элемент которому назначены модификатор mirror который не нужен subdivision нужен вот был не нужен в принципе тут же кстати мы опять скопировали с бэволом сразу можно убрать его вот далее я возьму на и нажму е да и вот так вот все это дело тут кстати по-разному можно было сделать сразу нажав те или нажать е иксу так сначала схлопнуть он выделить все и вдоль нормали нажимаю е это же до масштабирую вот тут потом выделим подушку да то есть перенесем вот и вот эти вот штуки тоже распределите их как бы ну чтоб типа квадратики получились потому что я собираюсь как бы делить эти объекты и получать нитки чтобы у меня шовчик такой был и при делении subdivision делит каждый полигон на четыре части вот и соответственно если у нас будут части такие неравномерные везде будут разные квадратики и у меня со швом потом возникнут проблемы поэтому я вот альт-клик gg до нажимаю дважды если вы нажимаете клавишу g перемещать граф то у вас будет она слайдится вот так тут можно и вот этот control x растворю этот gg ну так приблизительно до чтобы были квадратики так тут кстати можно попробовать да еще есть такой же у нас addon bluetooth и попробовать там space да ничего не произошло ладно то есть все я как бы распределил более менее хорошо теперь сделаю и тут тоже квадратики control r вот такие квадратные элементы и вроде бы довольно неплохо то же самое делаю теперь вот с этими элементами до перехожу вершинки перешел на вид сбоку и тут я от этой точки до этой тоже shift dp selection давайте сразу же сделаю вот тоже shift dp selection отсоединили вышли зашли выделили все сразу можно убрать бэволы нажимаем е икс до сюда вот этот элемент тоже выделил проделал то же самое нигде x на сделал так выделил все экструдируем и двигаем вершинки лишние удаляем не лишние двигаемы подгоняем размеры. Так. Это куда-то сюда. Вот. Вот эти наверное я удаляю. Эти возможно покрутить надо. Вот тут. Ctrl X. Да. Растворил. GG. R. Сделаем так. Сюда. Так. Ну я там делаю быстро. Вы может медленнее. Ничего страшного. Мне тяжело там сделать что-то теперь медленно. Они руки уже сами не слушаются. В общем такие пироги. Извините. Вот. Если что-то непонятно. Там есть группа еще. Можно туда писать. Я там отвечаю. Вот. Так. Тоже сделали. Ctrl R. Подразделим на квадратики. Так. Вот. Квадратики кстати. Вот тут 3. А тут я 4 сделал. Тут плохие я сделал квадратики. Я Alt Click. Shift Alt Click. Ctrl R. Ой. Ctrl X. Растворил их. Ctrl R. И сделаю тоже. Вот так вот. Замечательно. И сюда идем тоже эту подушку. Выделяем все. Е. Экструдируем. Берем. Хватаем заточки. И вытягиваем опять же. нужное нам положение. Где-то так. Так. Есть подушечки. Хорошо. Вот тут тоже. Да. 3 подразделения. Отлично. Я выделю 3 элемента сразу. И пойдем будем делать им боковые штуки. Опять же да. Не забываем там посматривать на наш реф. Кстати болты забыл. Но думаю болты для вас будут не проблема. Вот. Там есть опять же швы. И мы сделаем high poly. да. С которой можно потом все эти швы. Позапекать в карты нормалей. Вот. И сделать и лоупольную модельку. Да. И поскольку например я планирую делать лоупольную модель. То это и для вас не лишним будет. Копируйте свою модель. Например. Создавайте новый слой. height. И переносите ее туда. Вот. А слой этот просто отключайте. Да. С видимости. И вообще. Чтоб его не было видно. Но модель у вас есть. Еще не забывайте. Как бы брать и сохраняться. Это вообще. Будет круто. Так. Есть. Сохранили. Все хорошо. Дальше. Погнали. Я выделяю все три подушки. В принципе. Можно все это взять и свести в один объект. Давайте нажмем. Ctrl J. Хорошо. Вот. Теперь. Выделяю вот эти вот торцевые полигоны. Это я нажал. Ну. С Ctrl. Путь. Теперь Shift. Зажал. Кликнул. Теперь опять Ctrl. Зажал. Вот. Опять Shift. Shift. И. Так. Shift. Ctrl. Да. Выделил вот так. Теперь. Нажмем I. Да. И создадим вот такой бортик. Вот. Теперь нажимаю E. И экструдирую. Чуть-чуть. Опять нажму I. Можно удерживая Shift. Вы тогда манипулируете тысячными. И все хорошо получается. Вот. Так. Вот. Тут viewport пропадает. Сделаем его поближе. Чтоб мы могли подъезжать. Да. Так. И опять нажмем E. И выдвинем. Да. Вот. Получилась вот такая штука. Так. По контуру еще мы сделаем Ctrl. R. Наверное. А. Чем не буду я пока ничего делать. Вот. Так. Сделали. Да. Уже вот такая у нас штучка. И теперь. Что я теперь сделаю. B. Во-первых. Модификатор мне не нужен. А тут я посмотрю на размер сейчас моей ячейки. Ну. В принципе. Для шва он меня как раз устраивает. Я возьму. Применю вот этот модификатор. Нажимаем Apply. Ctrl. Lay. Вот. Выбираем. Вернее. Вот я милю. Да. Или. Короче. Или Ctrl. Lay. Или просто отсюда выбирайте. На Vili нажали Ctrl. Lay. Вы модификатор применили. Ну. Или из выпадающего списка выберите эту операцию. Вот. И теперь видите. Моя сеточка стала как бы намного плотнее. И вот тут я как бы хочу сделать какую-то строчку. Да. Что вот тут у меня например прошито. Я выделяю элементы на которых буду делать эти строчки. Да. Давайте это будет вот это. Alt и клик. Теперь. Вот на этой штуке тоже. Да. Shift. Alt и клик. И вот здесь тоже делаю. Shift. Alt. Клик. Отлично. Теперь нажимаем единичку и переходим вершины. Ну. Или вот тут нажимаем вершины. Вот. И нажимаем Ctrl. Shift. B. И делаем фаску. Можно удерживать. Да. Еще Shift. Ой. Тут. Сюда. Сейчас. Ctrl. Shift. B. Тут вот аккуратненько. Да. С Shift. Делаем вот такие небольшие квадратики. Затем переходим в полигончики. Вот. Да. И нам нужно их внутрь экструдировать. Я опять нажимаю е. Как бы да. Экструдируются все куда попало. Поэтому правой кнопкой отменил перемещение. Но Extrude у нас сработал. И нажимаю Alt. S. Да. И экструдирую их вот так вовнутрь. Вот. Теперь нажмем M. И выберем тут метод. Такой. Collapse. То есть мы каждое выделение отдельно вот с коллапсили. И получилась вот такая вот штука. Вот. Дальше вышли из режима редактирования. И еще раз добавим модификатор Subdivision. Да. У нас сетка стала еще и плотнее. И появились вот такие штуки. Опять применяем модификатор. Вот. Переходим в режим редактирования. И выделяем. Также в режиме ребер выделяем вот. Вот этот. Вот этот. И вот этот. Loop. Нажимаем Shift D. Да. Вот скопировали. И P. Selection. Отсоединяем в отдельный элемент. Который там будет называться нитки. У нас. Есть. Готово. Вот. Теперь выбираем наши нитки. Что-то я не тут элемент назвал нитками. Да. То кресло было. Ладно. Нитки. Это будут нитки. Вот. А это подушки. Хотя мы потом все объединим. Так. Что делать с этими нитками. Нитки конвертируем в кривые. У кривых. Тогда встает нам доступен параметр. Депс. И тут какой-нибудь 0.0.1 миллиметр. Да. Сделали. Вот. Появились вот такие штуки. К ним применяем модификатор Subdivision. Так. Они сглажены. Ну. И также применяем к ним Shade Smooth. И вот. Да. Вот они у нас такие. Прошивочка. Сюда тоже для этого Shade Smooth. Вот. И прошили мы наш объект. Ну. И как бы по сути почти хайпольки. Хайполька у нас и готова. Да. Осталось нам. Ну. Мы можем еще в режиме скульпта. Я думаю это вы можете и сами попробовать. Да. Немножко подобавлять разных помятостей. Да. Что-то выбрали. Давайте я нитки уже тоже Ctrl-A. Нитки чтобы применить модификатор. Их нужно конвертировать в Mesh. Ну. Или когда вы конвертируете он сам применится. И вот теперь выбираем стул и Ctrl-J. Да. Теперь у нас все эти объекты вместе. Вот. Зеркало осталось. Вот. Если вы в скульптинг переходите. Зеркало также можете применить. Вот. Ну. Или попробовать не применять. Вот. Вот. Отключаем. Да. Ну. Так. Подтормаживать будет. А если же вы его примените. Опять советовал бы скопировать. Там до применения всяких модификаторов. Не стесняйтесь. Копируйте ваши объекты. Да. Скрывайте их. Пусть будут. Чем потом вы будете жалеть о том, что они сделали. Вот. И тогда вы берете кисточку. Можете. Кисть регулируется. Да. Ф нажали и размер кисти. Шифт. Ф это будет стрэнч. Сила нажима регулироваться. А тут как бы поклацать. Попробуйте. Что за кисти. Чего они там делают. Вот. Можно просто даже взять кисточку. Какую-то граб. Да. И где-то там что-то посмещать. Поделать какие-то ямочки. Неровности. Вот. Да. Все достаточно просто. И легко. Вот. И последний такой штрих. Просто отрендерим наш стульчик. Поставлю на нулевой координате. Нажму shift A. Добавлю plane. Вот. У этого plane перейду. Выделю ребро. Нажму EZ. Вот так. Выделю это ребро. Ctrl B. Колесико покручу. Вот так. Опять же сделаю shade smooth ему. Вот. Подъеду к ракурсу. В котором я хочу отрендерить его. Нажму Ctrl Alt 0. Да. И моя камера переехала сюда. Вот. Также наверное чуть-чуть ее отодвину. G. И колесико мыши нажал. Ну вот где-то так. И вижу будет у меня. Промазал чуть-чуть. Нажму R, Z для этого элемента. Вот. Ему сделаю материал какой-нибудь. Такой. Чертенький. Вот. И там пару источников света. Выбираю вот этот. Alt R. Сбросить повороты. Добавляю area. Вот. И берем. Ой. Выбираем area. Да. Можно там сделать. Не знаю. Пару метров. Три. Три метра. Вот. Направляем. На наш стульчик. Например. Направим. С этой стороны. Где-то перееду. С этой стороны. Укажу. Мы там. Поскольку источники уже большие. Да. Там. С яркостью. Не усердствуем. Ну и можно. Теперь. Выберем. Это сейчас. Иви у нас. Да. Выви мы тоже обязательно отрендерим. Сейчас мы шучимся моделировать. Надеюсь у вас появятся вопросы. Пишите. В комментариях. Пишите в telegram. Вот. Какие видео вы хотите увидеть. Так. В настроечках. Да. Уже и забыл. Что мы там делаем. Первое. Перейдем. Выберем cycles. Да. Вот. Тут можно галку поставить. Чтобы во юпорте не рендерить лишнего. Вот. Можно там поделить окошко. Да. Вот так. И тут. Например. Сделаю. Чуть все-таки посильней. И эту. Тоже посильней. Вот. И как бы рендерим всю эту штуку. Да. Включаем denoise. Для рендера 128 сэмплов. Думаю нам хватит с головой. Тут отключаем. Нажимаем 12. И там ждем несколько минут. Или секунд. Да. Видим нашу строчку. Как бы. Потом в дальнейших уроках я покажу как это запечь. И сделать лоупольную модельку. Вот. Так что на этом будем заканчивать. Все. Всем спасибо. Пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok